Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео под названием гипертония. Вот основы гарантированного лечения. А это возможно. Несмотря на то, что у меня на этом канале уже вышло несколько важных видео по артериальной гипертензии, или как ее люди называют простонародие гипертонии, два из которых набрало уже более 4 и 5 миллионов просмотров соответственно, и не просто так, поскольку я в них досконально раскрыл механизмы возникновения этого состояния заболевания, характерного для сотен миллионов людей во всем цивилизованном, подчеркну, мире, пояснил ошибки людей и многих врачей, которые забыли учение академика Ланга, основоположника учения об артериальной гипертензии. И вот я решил сделать это видео, чтобы подытожить всю прошлую информацию, кратко изложить суть для вашего дальнейшего осмысления и составить план действий, выполняя который человек гарантированно на 100% из 100 избавится от этого недуга, несмотря на то, что он в это не верит, считает это невозможным, поскольку ранее никогда и ничего ему не помогало, и врачи говорят, что это пожизненно. Итак, слушайте внимательно и вторично прослушивая, конспектируйте. Очень важные ссылки я оставлю под этим видео, потом посмотрите. Вот что надо делать. Вот шесть главных пунктов плана действия. Первый. Поскольку артериальная гипертензия у вас из-за неестественного, неадекватного питания, а к примеру, у нецивилизованных народов, живущих традиционно, природно, не пользующихся супермаркетами, как кстати и у веганов-сыроедов, вообще нет гипертонии, то есть артериальной гипертензии, но это если вы не знали, то всегда первой причиной артериальной гипертензии является ваше питание. Да-да, именно ваше питание. Его надо изменить. Как? В этой связи смотрите три моих видео. А что же тогда есть? Почему нельзя есть после 16.00 и инсулинорезистентность? Второй пункт. Поверхностное дыхание по методу Бутейка или вместо этого использование дыхательного тренажера Самоздрав Премиум. Ссылку на него я оставлю. Суть в том, что при гипокапнемии или гипокапнии, когда уменьшается содержание углекислого газа в крови ниже нормы, а у углекислого газа тоже есть своя норма. Так вот, при содержании СО2 в крови ниже 6% сосуды по разным причинам, от стресса до малоподвижного образа жизни сжимаются гладкой мускулатурой, окружающие артериальные сосуды и кровоток замедляется, а давление поднимается, чтобы увеличить объем крови в кровотоке до нормы. Напомню, идеальная норма углекислого газа в крови 6,5% от общего содержания газов. И при норме его содержания сосуды деспазмируют, то есть естественным образом проходят спазмы, и они расширяются, и кровоток нормальный восстанавливается. Ну, конечно, если у вас нет тромбоза и атеросклероза. Третий пункт. Если есть пережатые сосуды с двигом первого шейного позвонка относительно второго, то есть атланта относительно эпистрофея, то при этом пережатие, чтобы поднять скорость кровотока для увеличения объема циркуляции в мозгу крови, сердце поднимает давление своими излишними нагрузками, напряжением. Тогда в этом случае разумно пройти так называемую правку атланта, устранив эту компрессию и снизив тем самым повышенное артериальное давление до нормы. Но эта тема особая. Тут важно найти хороших специалистов, а не абы кого. Если вам будет интересно, я могу эту очень важную тему осветить популярно, доходчиво все пояснив. Если интересно, напишите тогда, что вы хотите про правку атланта видео. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Четвертый пункт. Использование негипотензивных препаратов, которые у нас в стране по указке Запада ввели в 90-е годы, когда рушили все, в том числе и правила, устои и требования Минздрава СССР. Так вот, Минздрав Российской Федерации тогда в обязательном порядке заставил врачей назначать гипотензивные препараты, а не седативные, как учил академик Ланг. А вот как принимать натуральные седативные препараты, которые реально помогают лечить артериальную гипертензию, я подробно пояснил в моем видео «Гипертония. Часть 2». Пятый пункт. Образ жизни. Конечно, в любом случае надо убрать вредные привычки и зависимости, если они у вас есть. Это курение, алкоголь, ночное бодрствование, ложиться надо рано спать, еду на ночь, ну и прочие очевидные для разумных людей. Ну и шестой пункт. И вот здесь, пожалуй, нельзя сказать, что самое важное. Здесь все важно, о чем я говорил. Но все же, без этого пункта проблему не решить. Дело в том, что необходимы определенные вещества, укрепляющие сосуды, очищающие их от холестериновых бляшек и тромбов, то есть других главных причин артериальной гипертензии, и делающих сосуды более эластичными. По сути, я говорю опять же о коррекции питания, но с акцентом на сверхдефицитные в наши дни элементы и при дефицитном питании этими жизненно необходимыми веществами. Подчеркну, олигарх также в этом смысле уязвим, как и бедный материально человек, поскольку также из элитного питания все равно их не получает. Почему, сейчас я объяснять не буду. Я давно это пояснял в моем видео «Лес и почва». Итак, необходимо принимать витамин Д3 и витамин К2. Обязательно. Обязательно принимать омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, но не любые. Не делайте ошибку ориентироваться только лишь по названию. Производят и продают омега-3 сейчас все, кому не лень. Тут ради ликбеза просто обязан пояснить, а то вижу радостные и глупые письма, порой с бравадой, что, мол, льняное масло содержит омега-3, о чем я, кстати, делал в свое время в видео, так вот, содержит много и дело, мол, в шляпе, да еще и за три копейки. Нет, нет, дорогие друзья, не пойдет. Почему? Да дело в том, что льняное масло содержит из омега-3 полиненасыщенных жирных кислот только АЛК, но не ЭПК и ДГК жирные кислоты. И второе дело тут не только в омега-3, но и в комплексе омега-3 с определенными антиоксидантами. Это мировое открытие сделал еще в 80-е годы профессор Исаев, чем совершил научный прорыв в лечении очень многих болезней, в первую очередь сосудов и сердца. Жаль, что только с разрушением, развалом Советского Союза не дали массово внедрить, а была такая программа, в народ эти здоровьесберегающие препараты и, соответственно, программы. Вот послушайте отрывок из его интервью как раз по нынешней нашей теме и постарайтесь подумать, что же означает тот факт, что при использовании его препаратов в эксперименте профессора Мерсона, когда крысам вливали двойной объем их крови, и у них не поднималось давление вообще. Вы понимаете, что это означает? И что это может означать для вас? Итак, послушайте отрывок в две с половиной минуты. Вообще, много интересных было исследований, наблюдений. Особенно я хотел бы назвать работу, проведенной профессором Мерсоном в Институте общей патологии и патофизиологии. Он сделал три выдающихся заключения о полезности для логистикоактивных добавок определенного характера. Авторитетность не подвергается профессора Мерсона Феликса Залмановича. Это мирового класса звезда. Он сейчас в Америке уже уехал из страны. Первый, как он говорит, я порезал 1700 крыс. Все-таки убеждаю, что это достоверно, правда-неправда. И написал, омега-3 жирные кислоты снижают вероятность смертельных исходов при инфаркте миокарда в 6-7 раз. То есть, я, говорит, всю жизнь занимаюсь этим поиском. Я не встречал ни одного даже сильнодействующего химического препарата, способного вот настолько защищать организм. Второй вывод он сделал, это порог электрической стабильности сердца. Повышается в 2-3 раза этих животных. Но это люди, которые, вот как говорят, что у них аритмия. Они метеочувствительны. Вот эту метеочувствительность, оказывается, можно уменьшить. Исключить вот эти факты остросердечной недостаточности. Предупредить. Употреблять эти продукты. И третий, он животным вливал двойное количество крови, пытаясь создать модель гипертонии. И он, говорит, я удивился, я не мог. Даже при удвоении протока крови давление не менялось. За счёт того, что у вас дилатация была, да. Расслабление сосудов, эластичность их выросла, снизилась ляскость крови. И оно помещается вот в этих сосудах даже двойное количество крови без повышения давления. А потом мы проводили одну исследовательскую работу в Первой Градской больнице с хирургами. Ну, облитерирующие атеросклероз сосудов конечности. Но это опасное заболевание, как правило, 5-6 лет, и формируется уже гангрена. И попытались мы с академиком Савельевым, профессор Яблоков, профессор Петухов, они взяли что-то сделать консервативным методом через питание. И оказалось, через 6 месяцев эластичность бедренной артерии, которая была, в общем-то, заполнена бляшками, уменьшить вот эти явления. Площадь поперечного сечения в этом муске увеличилась на 22%, эластичность сосуда на 19%, а средний год скорость кровотока увеличивалась на 100%. То есть, этот кумулятивный эффект очень высокий. То есть, появляется возможность консервативными методами, не прибегая к хирургическим вмешательствам, помочь этим людям. Так о чем же здесь шла речь? В основе всех препаратов профессора Исаева лежит база. Так называемый Эйконол. Это комплекс из полиненасыщенных жирных кислот, особой степени очистки и особой комбинации этих омега-жирных кислот. Но это только основа. В разные препараты, в зависимости от их назначения и комплексного применения, дополнительно вводятся определенные компоненты. И не только антиоксиданты, но и другие. Ну, для того, чтобы можно было решить практически любую задачу с оздоровлением человека. В нескольких видео своих профессор Исаев сам все это поясняет. Ссылки я вам оставлю прямо под этим видео. Посмотрите. Нет никакой более важной информации для вас, для любого живого человека, кто хочет жить здоровым и дольше, и бодрее, чем эта информация. Но для решения проблем здоровья, чистоты сосудов и снижения давления, вот что вам надо из препаратов профессора Исаева. Препарат Марина, препарат Латал и Эфитол. Как их применять совместно в течение дня, какое количество, это нужна схема. А вот ссылку на папку, в которой лежат схемы применения, в том числе для снижения повышенного артериального давления и борьбы с атеросклерозом, я оставлю вам под этим видео. Самая верхняя ссылка будет на все видео про препараты Исаева и о профессоре Исаеве, видео с его интервью. Вторая, сверху ссылка, будет как приобрести препараты Исаева, ссылка на сайт, где все эти препараты есть. И третья, сверху ссылка, будет именно вот на то, что я только что вам сказал. Дорогие друзья, давайте подведем итог всего сказанного. Я перечислил 6 важнейших пунктов. Да, конечно, один из них, пережатие сосудов, вот шеи, да, есть не у всех. У многих людей есть проблема с родовыми, так называемыми, травмами, скрытыми по сдвигу вот этого позвонка Атланта, потому что детей часто, особенно в советское время, доставали, ну и, собственно, как идет ребенок, тут уж никуда не деться, за голову. И бывает, что есть такая родовая, так называемая, травма, которая вроде бы не сказывается на жизни, но на самом деле она имеет место быть. Первый пункт – питание. Важен? Безусловно, необходимо скорректировать. Второй пункт – поверхностное дыхание, количество углекислого газа в крови важно, безусловно, факт, всем необходимо учитывать это. Следующий пункт – проседативные препараты, а не гипотензивные. Безусловно, да, образ жизни, конечно, но часто бывает так, что и только лишь одного пункта, вот этого шестого, достаточно, чтобы уже улучшить состояние, убрать признаки артериальной гипертензии, снять скачки давления. Но в комплексе, только в комплексе, это будет гарантированный стопроцентный результат, потому что вы полностью измените биохимию организма. Она придет полностью в соответствии с природными задачами и всеми процессами, которые в организме протекают в норме, по программе, заложенной, что называется, свыше. Посмотрите обязательно полное видео, откуда отрывок я вам только что ставил, про лечение атеросклероза сосудов сердца и, как следствие, повышенного артериального давления, то есть приведение его в норму реакции. И еще обязательно два других видео с профессором Исаевым я оставлю вам под этим видео по ссылкам, как и ссылку на то, как и где, соответственно, можно купить препараты профессора Исаева. Напомню, что мы отправляем любые продукты и товары в любые города России, страны мира, и об этом, особенно кто живет за границей, не в России, то есть послушайте, посмотрите, завершающие две минуты. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира, от Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.